Фотографии иркутских зданий Сергей Медведев делает уже полвека. Называет себя любителем архитектуры. Сегодня в объективе дом на российской 13А. Щелчок затвора и снимок сделан. С ним Сергей Медведев спешит домой, чтобы пополнить картотеку. Она насчитывает десятки тысяч фотографий и негативов. Есть в ней и снимки здания телекомпании «Аист» в разные времена года. А на этом негативе дом запечатлен еще в 70-х годах прошлого века. Это здание, знаете, оно такое немножко таинственное. Оно его иркутяне практически не знают. Как ни странно, да? А здание на самом деле, оно интересное. Делал это здание автор проекта, конечно, профессиональный архитектор, которому, видимо, хозяин не дал развернуться и не воплотил все замыслы при этом архитектор. Вот такое впечатление создается. Снимки зданий столицы Приангария Сергей Медведев отправляет издателям туристических буклетов и открыток. Надеется, что коллекция, посвященная дому на российской 13А, им тоже понравится с архитектурной точки зрения. Ведь это здание – памятник архитектуры начала 20 века. Изначально здесь располагался доходный дом. Доходный дом – это специальная, скажем так, постройка, предназначенная для того, чтобы сдаваться в найм. То есть структура их была достаточно стандартная. То есть подобная ситуация существовала во многих городах, когда первые этажи могли занимать магазины или какие-то учреждения. Следующие, при многоэтажной застройке, вторые, третьи этажи занимали достаточно дорогие квартиры. И чем выше, тем квартиры становились дешевле. На смену доходному дому пришел городской спорткомитет и шахматный клуб. А в 90-х здесь поселился Аист. Сначала в нескольких кабинетах, а потом уже занял все здание. Нам выделили некую зону, из которой мы сделали павильон. Поскольку требования не были настолько высоки, как сейчас, то павильон был обшит звукордиционной плиткой. Какие-то были условные и достаточно несложные декорации. В основном здесь снималось в то время, на моей памяти, на начале, на «Заре Аиста» это снималась программа. Но здесь сейчас, естественно, незабвенная программа для вас с любовью. Режиссер Юрий Дорохин вспоминает, новое столетие Аист встретил большим ремонтом. Тогда старое здание стало как новое. Внутри оно полностью изменилось. Были оборудованы павильоны и редакционные площадки. Тогда же выяснилось, что грунтовые воды грозили полностью разрушить здание. Под фундаментом образовалось подземное озеро. В ход пошел бетон, и сегодня дом крепко стоит на ногах. Любой дом, как живой организм, постоянно меняется. В нем что-то перестраивают, делают ремонт. И наш телевизионный дом не исключение. К юбилею Аиста здесь побелели, покрасили, поменяли плитку. И установили вот этот телевизор, чтобы гости, которые приходят, точно знали, в Аисте смотрят Аист. Елизавета Шабвалеева, Константин Синицын. Новости сейчас.